Добрый день дорогие друзья, с вами Сергей Цветков и сегодня мы покупаем первый в вашей карьере краскопульт. Конечно у вас еще нет знаний, нет опыта, вы еще слабо представляете что такое краскопульт, для чего он нужен, как им правильно работать. Поэтому постараюсь вам помочь на примере дешевого краскопульта китайского производства Remix H827. Конечно опытные маляры, профессионалы сейчас начнут скулить, брызгать слюной, что это вообще типа не краскопульт, работать им нельзя и невозможно. Но оставим это на их совести, не сразу у них появились вот такие краскопульты, Иваты, Девилбисы, Саты. Надо с чего-то начинать, нужно набираться опыта, поэтому снимаем этот ролик. Итак, с чего же начать выбор краскопульта? Ну первое вам нужно определиться, что вы им будете делать, красить или грунтовать. Для окраски обычно выбирают краскопульт с дюзой 1.3, 1.4, для грунтования 1.7, 1.8. Второе. Немаловажна такая характеристика, как потребление воздуха краскопультом. Дело в том, что скорее всего у вас в наличии компрессор с небольшой довольно-таки производительностью. К тому же нужно учитывать, что она не всегда соответствует действительности. И мало того, на выходе она процентов на 20-25 меньше, чем заявлено по документам. Итак, поехали. Имеем пистолет-ремикс H827. Вот такая вот коробка, довольно-таки информативная. Что же мы на ней видим и читаем? Технические особенности. Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP. Но для вас это какие-то непонятные буквы, профессионалы знают, что это означает. Это большое потребление воздуха при низком давлении. Потом узнаете. Рекомендованы для финишных работ, так и для нанесения грунтов-наполнителей. Здесь у меня пистолет с дюзой 1.4, но бывает такой же пистолет с дюзой 1.7. Так, можно использовать для нанесения материалов на водной основе. Анодированный корпус, износостойкая латунная распылительная головка, сопло и игрола из нержавеющей стали. Все нормально. Но здесь есть еще дополнительная информация. Смотрим. Ну и что же мы здесь видим. Дюза 1.4, бывает 1.7. Давление максимальное 3 бара. Четверть дюйма это входная резьба. Расход воздуха 425 литров в минуту. Верхний бачок. И в комплекте есть быстросъем. Это уже хорошо. Ну и начинается самое интересное. Посмотрим, что же там внутри. Открываем коробочку. Первое, что мы видим, это инструкция по эксплуатации. Здесь перечень деталей. Краскопульт разобранный. Все детальки показаны. Для чего это? Если вы там захотите его разобрать, помыть более тщательно, вы всегда сможете собрать краскопульт в обратной последовательности. Естественно, технические данные. Рекомендации перед использованием и так далее. Ну и хорошим бонусом идет возможные неполадки и их устранение. То есть, если у вас что-то случилось, вы видите, что краскопульт работает некорректно. Всегда можете подсмотреть и понять, что с ним не так и устранить неполадки. Едем дальше. Здесь у нас бачок 0,6 литра, стандартный. Ну, пластик вроде так ничего. Резьба нормально работает. То есть, все в принципе нормально. Хочу проверить его, замочу его в растворителе на какое-то время. Хочу проверить, как он, не растворится ли вообще. Я думаю, все будет нормально. Далее. Ага, такой вот набор. Здесь в наборе смотрим, открываем. Значит так, ключик гаечный. Это понятно. Для того, чтобы можно было разобрать краскопульт. Ёршик. Его мыть. Да. Зачет. Фильтр для краски. Мелоча приятна. Очень нужная вещь. Дальше у нас идет шестигранник. Ну, это ключ для разборки внутренности. Не думаю, что он вам понадобится. Штуцер переходной. Замечательно. Папа, не надо отдельно покупать. Ну, и дополнительный фиксатор. Если вы там что-то потеряете. То есть, в принципе, все необходимо есть. Ну, и непосредственно сам краскопульт. Что тут у нас? Имеем вот такого синего зверя в пакетике. В принципе, довольно-таки добротно сделан. Не скажу, что это шедевр краскопультов. Но пока мне все нравится. Корпус такой без каких-то косяков явных. Смотрим, что внутри. Что же здесь к чему? Это у нас входное отверстие. Сюда мы должны накрутить вот этот штуцер, чтобы подключить через быстросъем его к воздушной линии. Дальше идет регулировка воздуха, давления воздуха. Это мы все посмотрим, когда подключим его к воздушной системе. Регулировка факела. И регулировка подачи материала. Вот, в принципе, все краскопульты так устроены. Поэтому здесь ничего революционного нету. И ничего революционного ждать, в принципе, и не нужно. Начинаем разбирать краскопульт. Посмотрим, что у нас там внутри. Первое. Снимаем, конечно же, воздушную голову. Резьба хорошая, люфтов никаких нету. Ну, исполнение довольно-таки неплохое. 1,4 написано, что дюза. Все отверстия симметричные, ровные. Ну, неплохо-неплохо. Зачет. Далее. Вытаскиваем голову. Для этого нужно сначала... Так, пружинка. Снять вот эту регулировочную... Регулировочный барашек. Пружинка. Вытаскиваем. Вытаскиваем. Не очень хочет вытаскиваться у нас игла. Поэтому откручиваем дюзу. Дюза выполнена тоже довольно-таки неплохо. Все отверстия ровные, симметричные. Никаких проблем я здесь не вижу. Вытаскиваем иглу. Тоже, в принципе, все ровненько. Все хорошо. Замечаний нету. Я думаю, будет работать нормально. Такой вот пистолет. Конечно, не нужно ждать от него чудес. Никогда он не станет вот такой вот иватой. Но и разница в цене у них в разы, а то и в десяток раз. Сейчас посмотрим, как он вообще работает в регулировке. Насколько он герметичен. Смотрим. Наливаем растворитель. Ну и смотрим. Так, с бачка ничего не льется. Игла держит материал. Все нормально. Смотрим регулировки. Давление воздуха. Все работает. Факел. Факел регулируется. То же самое. Подача. Закручиваем подачу материала. Ничего нету. Все есть. Претензий нет. Принято. Что у нас в итоге? Конечно, краскопульт не супер. Но вполне рабочая лошадка, с которой можно начинать работать. Получать какой-то опыт. Зарабатывать деньги. Копить уже на более достойный, профессиональный инструмент. Сколько он у вас проработает. Все будет зависеть от вас. Будете за ним ухаживать. Проработает подольше. Не будете ухаживать. Помрет довольно-таки быстро. За любым инструментом нужен уход. Такой вот получился ролик. Постарался помочь вам с выбором краскопульта. В следующих роликах расскажу, как правильно настроить краскопульт. Какие могут быть с ним проблемы и как их устранить. И расскажу вам о базах покраски. Как-то так. С вами был Сергей Цветков. Пока. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова